Я знаю, что вы всегда автор какого-то проекта с идеей. Вот об идее этого проекта, пожалуйста, потому что Натюрморт, конечно, интересен. У вас он называется криптограмма Натюрморта. Да. Я хочу немножко маленькую такую предысторию, что я уже делала проект Still Life на 5, где участвовали 5 авторов, которые здесь тоже сейчас есть. И выставка называлась Still Life. Я осознанно хотела уйти от названия Натюрморта, как бы от мёртвой натуры, и всё-таки показать, что это тихая жизнь предметом. И проект был тогда настолько интересен зрителям и успешен, мне предлагали сделать более масштабным. У меня всегда уже рождается один проект, потом уже у меня в голове какая-то другая тема. И как-то я так решила, ну, провела и провела. А вот сейчас в течение времени меня снова заинтересовала эта тема. Ну, проект задумывался он не сейчас, он делался вот, соответственно, до всех там всяких этих событий. А так всё сложилось, что эти события, которые сейчас у нас там, все эти локдауны, которые были, что у художников, по сути, Натюрморт, на них тоже в этот период такой, когда они были вынуждены находиться дома, появился спасение. Понятно, то есть что ещё рисовать, портрет или Натюрморт? Да, портрет Натюрморт, как бы, и Натюрморт, он, по сути, и есть такой автограф автора, потому что он же сам предметы ставит в эту композицию, которую он хочет. Я понимаю, что с одной точки, если будет писать пейзаж пять художников, он будет разный, но всё равно это будет этот пейзаж. А Натюрморт, вот художник, он может в нём экспериментировать, он может сочетать несочетаемое, он может ставить предметы из разных... То есть даже то, что он поставил, и как поставил? Да, да, вот это вот здесь всё имеет значение, что он хотел передать. То есть, ну вот, я считаю, что ярче всего художник, он проявляется в Натюрморте, ну, в жанре Натюрморта. И у меня как идея ещё приходит, как бы, именно такое название. Я читала, ну, читаю книги какие-то, и раз я в книге такую фразу, вот из статьи Даниловой о Натюрморте, что каждый Натюрморт – это вот неосознанно оставленный след криптограмма. И мне показалось это ещё и интересным. Я просто хотела бы с такой Натюрморта, но вот тоже, что это криптограмма. То есть он искренен, потому что думает, что он как бы иносказательно высказывается, то есть подсознательно искренен. Да, 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 вот поэтому мне показалось это интересным, когда начинаешь, да, у тебя действительно много символов, у Натюрморта их больше всего, там, есть же язык цветов, то есть не каждый цветок, что это значит. Есть там раковина, которая тоже есть своя символика у каждого предмета, но не обязательно, что здесь, конечно, в каждом Натюрморте. Здесь есть просто Натюрморты, потому что, ну вот, красивый, это букет красивый, да, он может не означать, там, вот прям, нет какой-то уж такой разгадки, но всё равно это вот художник, значит, захотел вот именно этот букет поставить, всё равно что-то у него с ним связано. Может, подарили там вот такие, да, женщины. А это вещи под летних лет или кто равно? В основном всё равно двадцатый год, девятнадцатый-двадцатый год. А, ну, то есть это ещё и... Да, но есть, конечно, нет, не только, потому что, ну, есть какие-то вещи, которые я отбирала, и у меня были цены, там, в коллекции, всегда у художника есть коллекция, которая, вот, он там не хочет расставаться из его личных работ, и я, в общем-то, никогда в своих проектах, ну, не гоню, чтобы это было прям вот только для этого проекта созданное, то есть можно отобрать то, что уже есть в мастерской, то, что есть в коллекции, ну, много работы художники делали, основную часть работы художники делали под этот проект, ну, как бы, зная, что он будет, да. Ну, то есть это творчество и для зрителей, он смотрит, как это со временем менялось, и как повлияла эта ситуация. Да, и ещё хочется сказать, что я всегда делаю проект, часто, как бы, вот художники узнали о участниках выставки сами, между другом, вот, от каждого художника наука в своём участии, а каждый узнал вот буквально на днях, то есть они узнали полный список участников. То есть даже в этом, да, была такая интрига, то есть они не знали. Ну, то есть многодадачная задача, здоровая. Да, да, то есть они состав участников, да, узнали сами, совсем недавно. Спасибо, Оля. Спасибо вам.